14 липня – особливо памятная дата в истории Пинска. 70 лет тому частки 61-й и 28-й армий, при поддержке Днепровской флотилии, 6-й поветранной армии и мясовых партизанских отрадов вызволили город от немецко-фашистских оккупантов. Капсхелить головы перед светлой памятью 244 воинов-вызволителей, похованных в братской могиле, сюда до мемориального комплекса пришли пиншуки и гости города. А так само ты, для кого 14 липня – особистая биография. Была я сразу городовым бойцом, подбежала, один я военный, говорит, освободили, я говорю, как освободили, собираетесь, обнял меня, вызывал меня, все, говорит, вот так мы вас освободили. Ну, во-первых, я очень люблю город Пинск, очень люблю, это мой любимый город. И он для меня как для птицы гнездо, так и он для меня. На протягу двух дней шли жесткие бои за вызволение Пинска. С этого ДОТа от начала и до конца ожитивлялось основное кирование деяниями десантов в городе. Миновата от Сюль 14 липня 44-го года у 5.40 ранецы в штаб 61-й армии по проводной совести поведомили об вызволении города. Угон в 70-ти годе вызволение города над Пиной на это место Пинчуками был устворенный военно-историчный помник ДОТ Маучанова. Были исследованы архивные документы, воспоминания, наградные листы, которые засвидетельствовали, что действительно именно здесь, в этом ДОТе, где расположился командный пункт, проходили основные действия. Именно отсюда поступали команды, руководились боевые действия десанта в городе, запрашивалось подкрепление, вызывалась огневая поддержка дальнобойной артиллерии, а также кораблей Днепровской военной флотилии. От ДОТа Маучанова у расшистости переместились на улице города. Тут сустракали у дельников автопробегу ветераны молодь Айчина. Сирот их – гости Санкт-Петербурга, унук и племенница – воинов-вызволители Ольховских. Батька и сын Ольховские похованы у братской могиле меморояльного комплекса вызволителем, а их именами названа одна из улиц столицы Полесси. Очень хотелось попасть в город Пинск на 70-летие, привезти своих детей в честь подвига нашего дедушки назвали сына Олега Ольховским. Перед вами он сейчас находится. Соответственно, и сам город, и достопримечательности, и, как говорится, саму Всебелоруссию посмотреть, отдохнуть и поучаствовать в этом мероприятии. Узнать побольше у местных жителей, как все это происходило. Я была здесь в 69-м году, у меня в памяти остался старый такой город, старинный, ну, советский. Сейчас я приехала, и, конечно, город не узнать. Он очень красивый, ухоженный, и действительно сказали окопы, но они мирные окопы, и дай бог, чтобы ваш город продолжал развиваться дальше. И мне очень приятно, что не только моих родных здесь чтут, но и вообще не забывают войну, не забывают подвиг. Завершаются ура шистости, али протягивается житё. Житё без войны. Житё под незалежным мирным небом. И кем сегодня мы обвязаны ветеранам Великой Айчинной войны.